Здравствуйте, друзья! Намасте! Это снова я, Олег, на канале India Magic TV. И сегодня 195-й фильм моего индийского видеоблога. Сейчас на экране 25 марта 2018 года. Завтра рано утром я уезжаю из Вриндавана в Матхуру, а оттуда на поезде в Дели. Один день и одну ночь я буду в Дели, а потом поеду в Раджастан, красивый, колоритный и священный город Пушкар. Дорогие друзья, те, кто хотел у меня заказать Аюрведу, я приношу свои глубокие извинения, что я еще никому ничего не отправил. Как-то так получилось, что все время у меня в этом году занимает съемка и монтаж видео. Ни на что другое время не остается практические сил. Просто не могу себя заставить поехать в магазин и всем этим заниматься, друзья. Ну, может, позже. Вот сейчас как-то так. Хочется и видео поснимать, и надо сидеть это все монтировать, сводить воедино, и хочется просто побыть в Индии еще. Как бы заняться не только съемкой, ютубом, а просто еще немного заняться собой. Получается, днем походил, поснимал, вечером сел за компьютер и все до ночи, и уже времени нет ни на что. В материальном плане это ничего не дает практически. За показ рекламы ютуб платит какие-то копейки смешные, на которые не проживешь даже в Индии. Поэтому в этой тематике люди в основном работают просто ради надежды, что когда-то это разовьется и будет какая-то отдача. Это как бы к слову, почему я еще никаких посылок не выслал. Фактически перед отъездом из Вриндавана я решил подняться вот сюда, в храм Маданамахан. Погулять там вокруг него, поснимать на видео, но он оказался закрыт почему-то вот на такую цепь и на вот такой замок. Очень красивый, довольно древний храм, друзья, ему 500 лет как минимум. У меня на канале есть видео, в котором я рассказываю мистическую историю создания этого храма. Если кому-то интересно, ссылочка будет в описании, посмотрите, послушайте. С этого холма, на котором стоит храм, открывается вид на парикрамную дорогу, дорогу, которая идет по кольцу вокруг Вриндавана. Вот она парикрамная дорога или парикрам марг, как называется она на языке хинди, а там справа видно мой дом, дом в котором я здесь живу, Шри Гапал, Тхам Ашрам. Храм Маданамахана и мой дом находятся друг против друга, и частенько, когда в храме поют мантры, мне это очень-очень хорошо слышно через мои окна. Хариболь, 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 Х Арибол! Уд bustальный дом! Здесь, около Маденамахан-темпла, наконец-то индийское правительство взялось за реставрацию древних памятников, вот этих гхатов. Сейчас я приду туда с камерой, мы с вами посмотрим на них поближе. Гхатами называются ступеньки, по которым верующие люди спускаются к священной реке и принимают там омовение. В общем-то, гхат – это место омовения. Когда-то давно, много лет назад, вот здесь, где проходит сейчас парикрамная дорога, здесь текла река Ямуна, это было ее русло. И вот тогда, сотни лет назад, кем-то были построены эти древние ступеньки, древние гхаты. Ведь на самом деле, друзья, Вриндаван – это настоящая машина времени. Сюда приезжаешь и как будто попадаешь местами в средние века. Вот здесь как раз потихоньку идут работы по реставрации этих гхатов. И я вот смотрю, у них работа по обновлению вот самих построек уже практически закончена. Здесь вот есть такие ниши, как пещерки. Я приметил, что местные саду любят иногда здесь сидеть и медитировать. Сейчас я попробую сесть туда и посмотрю, что я почувствую. Честно говоря, я здесь просидел минут 15. Так было хорошо и неохота было из этой пещерки выходить. Вот теперь у меня есть любимое место в отреставрированном гхате. Возможно, что здесь даже будет конкуренция по поводу, кому посидеть и помедитировать здесь, в этой нише, в этой пещерке. Ну что ж, пойду домой, буду собираться в дорогу, надо решить, что мне брать с собой. Иду домой. Здесь вот на кирпичной стене зачем-то повесили кирпич в тряпке. Зачем он здесь висит? Никаких идей на этот счет у меня нет. Вот эта дорога к моему дому. Я здесь все время езжу на велосипеде. А вот он и мой дом. Шри Гапал Дхам Ашрам. О том, как я попал сюда, есть видео на канале. Можете посмотреть, ссылка будет в описании. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Привет, мои хорошие. Здравствуйте, друзья. Сегодня 26-е. Марта, пол седьмого утра. Я потихоньку, достаточно медленно, потому что у меня много времени. Иду в сторону железнодорожной станции Вриндаван. Опять поеду сегодня на маленьком поезде в Матхуру. А потом в Дели. А из Дели уже завтра я поеду в Раджастан. Вот. Началось мое, так сказать, еще одно маленькое путешествие в путешествии. В большом путешествии в Индию всегда много маленьких вложенных путешествий. По аналогии с компьютерными файлами. Есть большое путешествие. Есть вложенное путешествие в большое. Есть какие-то еще совсем маленькие путешествия, вложенные в маленькие путешествия. Папочки. Замечательное Вриндаванское утро. Очень свежо, скажу я вам. Даже не холодно, не прохладно, а свежо. И это классно. Потому что днем уже жарко под 40. Может быть даже 40 в самое жаркое время на солнце. Все едят. Люди пьют чай. Обезьяны, коровы. Люди пьют чай. Обезьяны, коровы завтракают. Что-то. Бык идет. Бык какой-то. Очень большой бык. Вот по этой дороге я сейчас выйду на главную дорогу Вриндавана. Называется Хактивиданка. С вами Марк. По-моему так. Вот эта маленькая улочка, она начинается вон там, от перекрестка. И видите, там положили брусчатку. И дорога хорошая. А здесь еще руки не дошли у них. Вот, видите, вот брусчатку они сделали. А там нет. Там дорога еще плохая. Харикришна. Гудмонинг. Совсем недавно вот по этой дороге тоже невозможно было ехать на велосипеде. Она была вся перекопана. Вся в ямах и в холмах. А сейчас вот хорошая ровная дорога. Каменная. Вот эти камни, плитки, из которых она сделана, это надолго. Они очень прочные. До маленького поезда в Матхур у меня еще почти час идти здесь. Не так уж и далеко, может километр. А я вот по привычке разгоняюсь, иду, не могу медленно ходить. Начинаю идти медленно, а потом постепенно разгоняюсь, разгоняюсь. Такая у меня натура европейская. Куда-то бежать. Бежать все время. Собаки весело играют друг с другом. О, ты красивый песик. А здесь, в этом храме всегда поют и утром, и вечером. Слышки. Классно. Поют, всегда поют здесь. Вот, в принципе, рикши здесь дежурят уже, даже в это раннее время. Кто-то меня спрашивал, можно ли уехать на рикши рано утром. Я думаю, можно. Даже в самое раннее утро. Вот по этой дороге, опять же, храм. Мимо храма, направо, и потом еще направо. Мне нужно будет пройти, чтобы попасть на железнодорожную станцию в Риндаван. Ну, мы с вами уже ходили много раз по этой улице. Видео я показывал. Здесь есть вот большая водонапорная башня. Вот такая. Непонятно только, что она питает водой, потому что у всех здесь скважины в основном. Может быть, она относится к какому-то отдельному храму, конкретному. Вот это вот водоснабжение. Может, вот этого храма. Там какой-то видно красивый ашрам. Храм, ашрам, в общем-то, это здесь почти синонимы. При каждом большом храме есть ашрам. то есть, ну, как гостиница, где можно жить. Ашрам переводится как убежище. Вот эти обезьяны. Это макакорезус. Наши родственники корезусы. Потому что у части людей есть в крови вот этот фактор, который есть и у этих обезьянок. Вот. От этого рекламного плаката нужно идти направо. До первого поворота налево. Ай! Все такие веселые. Рано утром. Я вот не люблю вставать рано утром почему-то. Не знаю. Я люблю раннее утро, но вот сам процесс просыпания он для меня всегда тяжек. Когда я проснулся, принял душ, все, мне уже классно. Я наслаждаюсь вот этим состоянием утра. Состоянием вот этой энергии раннего утра. но я не люблю сам процесс перехода от сна к не сну. И вот поскольку я этот процесс не люблю, я теряю очень много опыта, связанного с ранним утром. Потому что когда у меня есть возможность, я стараюсь не вставать рано. и это неправильно, друзья, не делать так. Вот еще какой-то храм, ворота храма. Здесь через каждые 10 метров храм. Я вот подумал, что вот эта моя нелюбовь к просыпанию рано утром связана с детством. Надо было вставать в школу, зимой, холодно, темно. По радио играет вот этот, знаете, вот эта мелодия «Рассвет на Москва-реке». Ненавижу эту мелодию. Она, конечно, красивая, но почему-то я ее с тех пор вот как услышу, так меня колбасит. По радио вот эта мелодия. Надо вставать, собираться. Темно еще на улице. Идти в школу, а в школу мы ходили зимой, летом всегда отдыхали, каникулы. И вот, я думаю, это с этим связано. Вот, смотрите, я пришел на перекресток железнодорожный переезд. Видите, вот это, вот эта узкоколеечка. Она узкая. Действительно узкоколейка. Я вот стою, видите, двумя ногами на ней. Это как раз вот эта железная дорога, по которой ходит маленький вот этот локальный поезд до Матхуры. И, в принципе, я могу вот здесь просто стоять и ждать этого поезда. Он всегда здесь останавливается. И когда из Вриндаваны идет в Матхуру, и когда из Матхуры возвращается во Вриндаван. Но когда из Матхуры он во Вриндаван возвращается, здесь очень удобно выходить. И надо не пропустить эту остановку, чтобы не доехать туда, до ЖД станции. Ну, а сейчас я пойду на станцию, потому что у меня еще ой-ой-ой, у меня еще 40 минут до поезда. Я рано вышел. Но если вы опаздываете, например, не успеваете, то можно просто стоять здесь вот на перекрестке и ждать поезда. Он остановится, обязательно вас подберет. И даже не только потому, что у него есть остановка, там есть шлагбаум, он не автоматический. Там такая система. Поезд перед ним останавливается, дядька из поезда, специальный человек там есть, он в этом заключается его работа. Он выходит из поезда и закрывает этот шлагбаум вручную. У него такая ручка есть с собой, он ее возит всегда. Вот, эту ручку он ее одевает на ось там в этом шлагбауме. начинает крутить, шлагбаум закрывается, поезд проезжает переезд, вот эти там 20 метров проезжает, останавливается еще раз уже за переездом, дядька открывает этот шлагбаум, забирает эту ручку, снимает со шлагбаума, с механизма и возвращается в поезд. И мы едем дальше. Вот, это занимает там несколько минут, вся эта процедура. и люди кому надо выходят, кому надо заходят в поезд. И таких шлагбаумов по дороге несколько. До Матхуры тут 15 километров и вот он раз 5 останавливается, наверное, ну может не 5, может 4, надо посчитать сегодня. Останавливается, чтобы открыть, закрыть вот эти неавтоматические шлагбаумы. Но это деревня, друзья, такая продвинутая индийская деревня. Вот видите, я сегодня под кроксы одел носки, кто-то из зрителей пошутил, а что это я типа без носков, ну честно я здесь хожу без носков, потому что очень жарко. Носки я одел потому, что у меня начинают сохнуть ноги, пятки здесь. Я люблю вообще сухой климат очень хорошо мне, но мои ноги не любят. Потом пятки здесь начинают трескаться, если ходить вот без носков все время. Это очень больно бывает. Вот смотрите, какой гараж для машины под открытым небом. Вот такая клеточка, это гараж. Человек вот здесь живет в этом доме, у него машина и он себе сделал вот такой гаражик и уже обезьяны не могут в эту машину забраться. Люди тоже не могут. Ва! Собака лает интересно, а не гав, а ва, ва, ва. А вот это такая типичная кровать, уличная. На вот таких кроватках люди любят сидеть днем около своего дома. Сидеть, что-нибудь делать, отдыхать или лежать, спать просто. Такая кровать интересная. Видите, как сделано. Простая плотницкая работа. Колоночка для добывания воды из скважины. Вот, можно покачать даже. Идет водичка. А вот солнышко встает. Как я люблю, когда солнышко встает, друзья. У нас во Владивостоке иногда бывает так, что солнышко мы не видим месяцами. В основном летом начинается вот этот наш сезон дождей, морозь каждый день. В основном солнечные дни в Приморье приходятся на зимнее время. Ну и хорошо бывает солнечно в августе и сентябре еще. Вот два месяца в году хороших в Владивостоке. Таких нормальных летних, вот как сейчас здесь. Два месяца в году август и начало сентября, ну может даже весь сентябрь. Здесь два месяца в году наверное это дождь, дождливый сезон и то здесь как дождливый сезон. Это не как в Владивостоке например у нас затянет все тучами и морозь идет две недели. Беспросветное такое. Здесь сезон дождей. Ну вот я был в сезон дождей здесь на севере. Солнышко а потом раз тучки налетели тучки пошел дождик. Ну не просто дождик а такой тропический ливень стеной стеной просто вот как из ведра как из душа. Минут 15 может лить 20 потом все он останавливается опять солнышко опять хорошо и вот так может быть несколько раз в день такими кратковременными порциями очень сильный дождь. Вот он наш полузаброшенный железнодорожный вокзальчик Вриндаун время еще 6.49 поезд в 7.25 может я здесь схожу сейчас недалеко от вокзальчика есть чай-шоп попью чай здесь когда-то был киоск что-то продавали сейчас это все заброшено вот такой киоск бандар рады рады люди здороваются всегда с незнакомым человеком бандар бандар это вот эти обезьяны вот именно такие обезьяны на языке хинди называются бандар вот сидит дядечка саду с колокольчиком такой вокзал здесь есть касса железнодорожная она сейчас закрыта еще в этой кассе вы можете купить любой билет на любой поезд по Индии из любого города в любой город то есть это нормальная полно функциональная хорошая компьютеризированная железнодорожная касса и она работает она действующая то есть вместо того чтобы идти в турагентство где-то здесь во Вриндаване и переплачивать деньги в этом турагентстве за резервирование билета вы можете прийти просто сюда и купить здесь билет без всяких накруток в государственной кассе Вриндаван Матхура видите 7.25 вот мой поезд у меня еще полчаса поэтому я пойду вот сюда то есть я прохожу через вокзал как бы насквозь во второй его вход здесь обезьяны их кормят сейчас Ари Кришна рады рады и они кормят вот дядьки дают им чапати банан банан бандар 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 банки банки такая станция Вриндаван видите вообще я так думаю что это подразумевается ее фасад вот это это главный вход станции Вриндаван на то где я зашел это выход на платформы то есть я просто прошел мимо платформы и поднялся на платформу а потом потом зашел в вокзал здесь вот тоже какое-то заброшенное здание интересное давайте посмотрим вот такое заброшенное здание думаю оно относилось тоже к этому вокзалу каким-то образом написано видите abandoned это значит заброшенное покинутое здание я думаю какое-то железнодорожное было какая-то контора или офис и возможно раньше здесь вот этот поезд ходил чаще ну зачем было строить тогда эти здания сейчас они не используются надо спросить у людей интересно друзья я вот зимой уезжал на этом же поезде отсюда и было еще темно вот сейчас в это время только начинался рассвет так начинало начинало только солнышко только вставать а сейчас уже день здесь много людей сидят а вот здесь поменьше здесь я и куплю чай себе закажу очень вкусненький чаек друзья здесь у дядички и вообще местечко у него новенькое смотрите он сделал ремонт все у него чисто здесь новые столики ну а как бы относительно чисто для такого придорожного чайшопа все развивается во Вриндаване потихоньку я думаю скоро по прошествии какого-то время думаю будет здесь все цивильно как и везде в мире к этому направлению все движется будет будет все дорого чисто дорого чисто цивильно и мы будем скучать по вот этой грязной дешевой экзотичной Индии ну вот попил чаю и все еще 20 минут до поезда иду обратно на станцию здесь такой привокзальный какой-то старый привокзальный парк интересное деревья такой конфигурации индийской необычные деревья такая рощица необычных деревьев можно вот по этой дорожке пройти на платформу видимо бывшее какое-то железнодорожное имущество пустующее сейчас хотя здесь смотрите здесь есть счетчики электричество счетчики в хорошем состоянии может быть это чей-то дом жилой трубы идут водоснабжение наверное пацаненок стоит хай а ваю апкаси пацаненок здесь живет бриджа баси ну вот я и на платформе скоро сюда придет поезд он уже должен скоро приехать он отходит в 7.25 а приходит он конечно раньше видите как много здесь этих вышек сотовых кто-то говорит что это плохо сотовые вышки влияют на здоровье а для меня это хорошо потому что там где сотовые вышки там хороший интернет нам так не хватало сотовых вышек с Ириной с Ириной хинди нам уже во сне снились в Гуа эти сотовые вышки потому что в Арамболе там на пляже очень плохой интернет сотовая вышка далеко где-то в районе автовокзала там в Арамболе еле-еле она едва добивала у меня видео грузилось однажды 12 часов обыкновенный ролик 20-минутный загружался на YouTube 12 часов причем я сжимал его так еще очень сильно сейчас вот здесь у меня хороший интернет и я стараюсь сильно не сжать видео ну где-то так 2 гигабайта ролик у меня получасовой он загружается здесь около часа во Вриндаване я считаю что это хорошо поезда пока не видно друзья но вот его только слышно гудок такой вдалеке это идет поезд сейчас он появится уже скоро я так думаю вон он тот огонек вдалеке это прожектор нашего поезда 7.16 вот он за 10 минут до отправления приходит кстати вот этот маленький поезд местный он очень пунктуально ходит не помню чтобы он задерживался или отменялся а это его сигнальчик там там слева такие деловые собаки подошли к поезду как будто тоже собираются ехать в Матхуру поездки он подошел в Матхуру поездки подошел к подошел поездки Откроем дно. Откроем дно. Откроем дно. Откроем дно. А это билет на этот поезд. Его мне дал кондуктор. А я кондуктору отдал 10 рупий за проезд. Вот как раз сейчас вы видите этот процесс опускания шлагбаума вручную. Я посчитал, друзья, за время поездки это происходит 5 раз. 5 вот таких переездов со шлагбаумами. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. День сурка, друзья. Я сколько раз уже снимал, сколько раз снимаю, как я приезжаю на маленьком поезде в Матхуру и иду на большой поезд. А вот идет какой-то большой поезд. Куда они бегут? И собака бежит тут за компанией. Она просто сама не понимает, почему она бежит. Все бегут и я бегу. Куда бегут? Бегут и смеются. Похоже, какой-то поезд они ждут. Да, вон он, поезд, на который они бегут. Мой номер поезда 12189. И пока его нет здесь на Табло. До него еще больше часа. Его не вывели сюда информацию по нему. Здесь нужно найти свой поезд, чтобы знать, на какой платформе его ловить. Ладно, пойду тогда обедать. Вернее, завтракать, конечно же. Вот она, наша кафешка, любимая, с Мишей. Матхуровская, железнодорожная. Думаю, сейчас я поем пури или чего-то в этом роде. Или паратули взять. Или, может быть, идли. Или вот такие чули-бачури, две большие лепешки. Субтитры создавал DimaTorzok Это сайт для отслеживания вашего поезда на телефоне. Называется spotyourtrain.com Мой поезд опаздывает на 2 часа. Это очень странно и по-индийски. Вот на этом сайте информация более достоверная о статусе поезда, чем на Табло на ЖД вокзале. Ребята, которые здесь на вокзале работают, могли бы, наверное, лучше просто взять информацию вот с этого сайта и поместить на свое Табло. На Табло на станции показано, что поезд задерживается на полтора часа. На самом деле он опоздал на 2 часа, как и написано вот на этом сайте. Хорошо, что на ЖД вокзале есть вот такие залы ожидания, в которых можно посидеть, отдохнуть, сходить в туалет, даже принять душ. Ну и, конечно же, здесь много розеток для зарядки мобильных телефонов. А также вот здесь, в этом конкретном зале ожидания у Матхури, есть кондишки. То есть даже в самую сильную жару на улице, здесь в зале прохладно и свежо. Вот это, друзья, весь мой багаж, с которым я еду в Раджастан. Один небольшой рюкзак и еще дополнительно сумка через плечо для видеокамер. Если у вас мало багажа, вы можете почувствовать, насколько это офигенно и классно ездить по Индии налегке. Вот здесь у меня большая видеокамера, я ее взял с собой на этот раз. Буду снимать пушкар на большую хорошую камеру. Наконец-то я своего поезда дождался, сидел 2 часа, играл в игрушку на телефоне. Мой поезд отходит со второй платформы, поэтому до нее нужно дойти вот по такому железнодорожному мосту. Рядом со мной на скамейке на платформе присел продавец вот такими пирожками, с амосами. Когда придет очередной поезд какой-нибудь, он побежит продавать эти пирожки. Ну, наконец-то объявили, что мой поезд приходит. Вон он идет, кстати, вон он вдалеке. Опоздал почти на 2 часа поезд. И сейчас мне нужно найти свой вагон. У меня вагон С-5, место 50-е. Это вот уже с контишкой вагоны пошли. Мне надо бежать в тот конец. В тот конец платформы. Вот он мой вагон С-5. Я вот так показываю все, друзья, очень подробно, чтобы вы ощутили вот эту атмосферу переезда на индийском поезде. Продолжение следует. Так что путешествуем вместе. Подписывайтесь на канал Индия Мэджик ТВ, чтобы не пропустить момента выхода нового фильма, друзья. До свидания. Всех благ. Намасте. Продолжение следует.